Создать даже в отдаленных от центра населенных пунктах все условия для комфортной жизни – одна из главных задач в работе местной власти. Именно так считает глава района Роман Сенеговский. На днях он побывал в хуторе Деревянковка Забойского сельского поселения, где недавно были завершены работы по газификации. Пообщался с жителями, обсудил насущные проблемы. Хутор Деревянковка – пожалуй, один из самых отдаленных и малочисленных населенных пунктов нашего района. Здесь всего четыре улицы и несколько переулков. Два года назад на сходе граждан хуторяне обратились к главе района с просьбой провести в хутор газ. Роман Сенеговский дал обещание наказ жителей выполнить. Совместно с депутатом Забойского поселения Мариной Слюсаренко при поддержке краевой власти вопрос о газификации был решен. Этой осенью в Деревянковке появился такой долгожданный газ. Газопровод подведен непосредственно к улицам хутора. Сейчас жители подключают к нему свои домовладения. Здесь у вас была проделана определенная работа по газификации вашего хутора непосредственно. Я хотел посмотреть, как выполнены работы. Как мне доложили, одного абонента, как мы обещали, мы вам подключили. Благодаря поддержке губернатора, чтобы вы понимали, 14 миллионов денег, это краевая администрация, Вениамин Иванович Кондратьев, там у нас на софинансирование, по-моему, основная львиная доля – это краевые деньги, федеральные деньги, ну и части софинансирования вашего поселения. Во время схода Роман Синеговский высказал благодарность жителям и депутатам Забойского поселения за совместное решение такого важного социального вопроса, как газификация хутора. Далее глава района обсудил с хуторянами вопросы по подключению газа. Тем, кто находится в трудной жизненной ситуации и не имеет возможности выполнить работы по подключению газа самостоятельно, будет оказана помощь. Также Роман Синеговский доложил землякам о том, чем живёт Славинский район сегодня, как идёт работа по развитию социальных отраслей в поселениях, прежде всего здравоохранения. Благодаря тоже поддержке Александра Михайловича сегодня в Забойском мы отремонтировали квартиру для врача, то есть есть у нас желание безвозмездно, скажем так, передать врачу, который приедет работать. Сегодня мы занимаемся поисками этого специалиста, потому что понимаем, что эта проблема сегодня у вас здесь тоже практически существует. В свою очередь жители хутора задавали главе района интересующие их вопросы. Один из наболевших – аварийное состояние здания, в котором расположен ФАП. Роман Синеговский пояснил, что уже составлена документация на проведение ремонта. В смету включены работы по ремонту аварийной подпорной стены, ремонт пола, отмостки, стен и потолка. Также жителей волновал вопрос по ремонту спортивного зала, состоянию дорог. Все озвученные вопросы будут детально изучены и постепенно решены, заверил хуторян глава района. После схода граждан Роман Синеговский побывал в гостях в семье хуторян, которые уже подключили газ к своему дому. «Сейчас стало намного проще. Мы утром встаем, заходим в кухню, здесь тепло, уютно, горячая вода, год чая, сидим, чай пить у нас. Мы очень рады, мы довольны». Постепенно дома к газопроводу подключат все жители деревянковки. Ведь с голубым топливом жизнь становится комфортнее, и люди этому очень рады. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».